Всем привет, мои дорогие друзья! Немножечко хотел рассказать вам новостей, что вообще сейчас происходит. Я могу сказать одно, что ролики теперь будут выходить раз в неделю, по вторникам примерно. Почему? Потому что у меня появился напарник, который помогает мне в реализации контента. И чтобы работа была не напрасна, я очень попрошу вас поддержать мой канал, поставить лайк, писать комментарии под видео. Тем самым видео будут продвигаться и, наконец-таки, набирать какую-то аудиторию свою. Мир звука и саунд дизайна достаточно интересная штука. Я, в свою очередь, помимо этих роликов, буду стараться делать для вас все так же туторы, разборы. Скоро буду делать разборы различных плагинов. Множество-множество полезностей будет. Как всегда, не хватает просто времени, но я стараюсь делать максимально возможное. Как известно, я попал еще и в студию лид саунд дизайнером, где, соответственно, конечно, требуется большего внимания, большего времени на проекты. Проекты достаточно интересные, большие. Поэтому не судите и не ругайте. Я на связи, как говорится. Еще хочу поделиться с вами новостью, что в июле в этом году будет новый поток по обучению. Большой-большой поток будет. Если есть желание попасть и поучиться саунд дизайну, обязательно переходите по ссылочке в описании. Кстати, там же есть ссылочка на телеграм-канал, который сейчас пилюкает, где подробно я как раз рассказываю про все тонкости, нюансы своей работы и вообще про новости по обучению. Поэтому переходите, не стесняйтесь. Ну и предлагаю перейти к просмотру. Поехали. Все мы прекрасно знаем, что существуют игры, очарование которых основано на визуальной и звуковой составляющих. Главное, чем они поражают, это картинка и звук, которые создают невероятно чарующую атмосферу. Сегодня мы поговорим об одной из таких играх, вышедшей в далеком 2012 году. Игра о бесконечной пустыне, одиночестве и поиске. Игра без слов, но с музыкой и саунд-дизайном, которые подчиняют тебе все повествование. Встречайте. Journey. Journey это прежде всего бескрайняя пустыня, и разработчики хорошо постарались делать разнообразную ее звуковую составляющую. Большинство звуков песка записано в невысокой картонной коробке 3х3 дюйма, наполненной песком. Песчаные водопады в игре созданы путем насыпания песка в ящик с высоты пары футов. Для больших есть размытый слой с далекой перспективой и более яркий грубый, когда вы приближаетесь. А маленькие водопады создавались путем засыпания песка через трубки. Ходьба и бег по песку представляли собой комбинацию ударов по песку пальцами, звуков тканей и записей, сделанных во время поездки на пляж. Шаги по крутому песчаному склону – это в основном ступни в носках художника Мэтта Нава. Шаги по камню – звуки ударов в мешок, наполненный всякой всячиной. Все основные звуки движения мантии игрока исходят от военной куртки, в которой саунд-дизайнер Джерни Стив Джонсон прошел через зимы Чикаго. Звук, когда игрок идет сквозь песчаный водопад – это шарики, брошенные на куртку. Пение песчаных волн бывает коротким и высоким. Для его создания микрофон помещали в сумку, закапывали ее и смахивали песок рукой. Домашняя песочница была недостаточно велика для больших брызг песка, поэтому Стив записывал их в час ночи на детской площадке в соседнем парке Кловер. Шарф игрока сделан из фартука и из микрофибры. Петли плаща и шарфа всегда считывают несколько переменных из кода, чтобы играть с соответствующей скоростью и интенсивностью. Они учитывают скорость игрока и ветра, а для шарфа – его длину. Таким образом, каждая петля шарфа всегда воспроизводит одну из 64 определенных аранжировок. А что послужило звуком скольжения игрока по камням? Старые джинсы Стива, которые используются в шарфе, которые он тёр об асфальт. А скольжение по тканевым мостикам – это ложка, скользящая по ткани. Джорни – игра без слов, но игрокам дают возможность издавать, а не обычные звуки, похожие на пение, чтобы взаимодействовать с миром и друг другом. Пение в игре бывает четырёх типов и зависит от того, как игрок нажимает одну единственную кнопку. Лёгкое быстрое нажатие для варкования, резкое быстрое для чирикания, умеренное удерживаемое для звонка, а длительное нажатие для большого крика. Эти звуки представляют собой комбинацию пения птиц, а также музыкальных элементов, представленных композитором игры – Остином Винтори. Остин сделал музыкальные партии для каждого типа, и когда вы находитесь рядом с другим игроком, ваше пение сливается в невероятный резонирующий хор. Большая часть сияющего волшебного материала была создана путём изменения различных колокольчиков и лейринга. Звуки, похожие на перезвоны, которые раздаются из надгробных камней и в меню, на самом деле являются ударом сверла с изменённой высотой тона. А звук создания моста в игре – это сверкающая магия, смешанная с ногтями скребущими ковёр в комнате. Звук окрашивания больших тканевых знамён создавался из сверкающего колокольчика и мягкого всплеска жидкости, контрастирующего с сухой пустыней. Они изменяются в зависимости от того, насколько они окрашены. Остин Винтери также представил музыкальные элементы, которые сочетались с колокольчиками для сбора летающих кусочков ткани. Это был не просто большой набор отдельных звуков, а нечто похожее на фрагмент оркестра, вырывающийся из партитуры. Крошечные летающие кусочки ткани были сделаны из обработанных летучих мышей и лоскутов ткани, которые программист Мартин Миддлтон мог запускать при каждом крошечном изменении направления. На каждую прядь ткани, которую вы видите, всегда есть несколько маленьких звуков. Крики дружелюбных тканевых существ, представленных на третьем уровне, это обработанные птичьи голоса, звучащие как дельфины. Сначала они воспроизводили все свои звуки наугад и казались довольно тупыми и роботизированными. Поэтому Стив разделил их на 16 категорий. Короткая, средняя и продолжительная болтовня. Бормотание, смех, вопросы, пробуждение, ответы игроку. Иди сюда, э, нашел кое-что, я заберу тебя, вот и ты. Пойманные в ловушке крики о помощи торжества и ледяные трели. Дизайнер Брайан Син кропотливо добавлял их по всей игре по мере необходимости с помощью комбинаций сценария и жесткого кода. Радостные крики гигантских существ и печальные жуткие стоны летающих созданий исходили от горбатых китов. У них есть широкий диапазон звуков, и каждая популяция поет одну и ту же песню, которая может длиться до нескольких часов. Песню подхватывают другие популяции и поют по всему миру в брачный сезон. Каждый год немного меня. Они всплывают, чтобы дышать в определенные моменты песни, не пропуская ни одной доли. На всех уровнях есть несколько эмбенсов, созданных из звуков библиотек и оригинальных записей. Только на уровне снежной горы есть 16 различных атмосфер для различных областей интенсивности ветра. Например, очень жаркая и тихая пустыня – это атмосфера шипящего тона здания склада. Каменные столбы, за которыми игрок прячется на уровне заснеженных гор, изначально не предназначались для звука. Но они выглядели как гигантские резонаторы, что было решено использовать. При создании звука разработчики дули в несколько бутылок. В основном большую бутылку шампанского, содержимое которое было выпито на День Благодарения ради блага игры. Стив наполнил их разным количеством воды для конкретных нот, настроив их на тональность музыки с помощью приложения для настройки гитары. Горный уровень снежной бури основан на механике холода. В начале уровня снег более влажный, и шаги были сделаны с помощью племянницы и племянников Стива во время зимнего отпуска. Позже на этом уровне снег становится холоднее суши, и шаги делались с помощью кукурузного крахмала. Движение замерзающего и плаща игрока также увеличивается с холодом, и звуки в основном исходят от закусок на кухне Сони и Санта Моника. Звук состоит из читас, лейс и представляет собой смертельный коктейль из всех возможных чипсов. Кроме того, Стив замочил в воде бумажные полотенца и уже помянутые испорченные джинсы, заморозил их в морозильной камере и записал звук сгибания. Туманные водопады на последнем уровне, который выглядит так, как будто они превращаются в снег, в воздухе, были созданы обработанным голосом Стива. Когда вы проходите через водопад, слышен звук брызг и пульверизатора. В маяке, в котором игрок должен сидеть, в конце каждого уровня есть шампанское и пищевая сода в уксусе. Большая часть записей сделана с помощью стереомикрофона, и большинство звуков в мире игры являются стереофоническими, несмотря на то, что они излучаются из одной точки в пространстве. Открывающиеся и закрывающиеся ворота и решетки сделаны из тех же деталей, что Стив использовал в God of War 3. И многие звуки каменных башен на третьем уровне взяты из поездки, которую он совершил на скалистый берег Малибу, чтобы сделать записи для битвы с Посейдоном в той игре. В тот день серфинг был не лучшим, рассказывал Стив, но он записал много отличных материалов. Башни излучают своего рода ритмическую атмосферу электростанций, который он пытался оживить и сделать зловещим и таинственным. Ну что, друзья, в этом видео мы еще раз убедились, насколько важна звуковая составляющая в играх, и как звук наравне с визуалом влияет на наше погружение и восприятие. Пишите в комментариях о саунд-дизайне, каких игр вам хотелось бы узнать, и, может, это станет одной из тем следующих роликов. Ну а прежде чем как завершить ролик, я хочу вам посоветовать канал моего знакомого. Он занимается саунд-дизайном, он рассказывает про саунд-дизайн, он живет саунд-дизайном. Так что переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!